доброе утро всем вот такой у нас серый денечек 31 января я выбралась погулять потому что выпал снег на улице прекрасно свежо есть дела какие-то хочу съездить за коробочками в юск давайте вместе сделаем это под ногами так даже не сказать что снег тут уже все растаяло или дворник насыпали соли какой-нибудь но все равно ощущение зимы есть все такое серенькое хотелось бы хоть какого-то лучика солнышка но вот погода пока не балует приехала куда мы которые находятся на своем анти и потом так вот вдоль курсом из проспекта пойду дальше по разным всяким магазинчиком где нужно кое-что купить для дома заходила в книжную всегда захожу когда в том магазинчике бывает книги становятся все дороже и дороже 40 евро за книгу это конечно почему ничего такого особенного про путь чая хотела почитать уху ху юшки здесь когда-то был завод радиотехника попова очень большое предприятие потом она долгие годы стояла запущенным потом его реставрировали в нем был магазин призма призма тоже закрылась спустя какое-то количество лет что здесь будет теперь совершенно неизвестно а одно большое здание которое там вначале сейчас вообще разрушили сейчас я до него дойду покажу вам как теперь там все выглядит в общем ничего конечно не создается скорее только разрушается и закрывается что очень грустно здесь еще до сих пор висит объявление о том что этот магазин был закрыт был неплохой но находился между еще двумя крупными торговыми центрами и это наверное не самое удачное местоположение чтобы выжить в конкуренции так ну где же то здание которое вам хотела показать вот осталась только большая гора мусора сейчас я разберу и готовая стройплощадка правда будет ли там что-то строится неизвестно это было очень многоэтажное здание представляете даже не знаю как они его разобрали взорвали что ли теперь там такая стройка как туда на такую высокую горку затащили экскаватор покажу вам как это было раньше а что стало вы уже видите а здесь на улице с лукас когда-то была обсерватория сейчас это детский садик находится на горочке гора судропкам серебряная гора его на улице с локас рядом с большой максимой у меня в руках уже гигантский пакет с кучей коробочек ну вот я и дома и хочу показать что же я тут все таки накупила какой у меня был шопинг такой довольно необычный потому что первая покупка которая у меня состоялась это была вот такая емкость так наверное вот так надо показывать так как я тут показывать что-то вроде аквариума но на самом деле эта штука предназначена либо для посадки туда каких-то каких-то цветов либо создание какого-то мухового садика что у меня тут какие-то тряпочки валяются что я иногда и не вижу что вы тут видите у меня на заднем плане вот всяко разно вот потому что спешу просто поделиться впечатлениями собираюсь сажать какой-то садик не знаю ли это будет моховый садик как я делала в прошлом году но они их надо закрывать не хватает когда влажность этот мох он все-таки со временем усохнет и даже если ты его каждый день брызгаешь все равно это должна быть какая-то закрытая емкость на голове тоже уже что потому что под шапкой все помялось слежалась потом купила себе помаду которая сейчас меня на губах это у нас наша дзинтерс помада я не слишком заморачиваясь какими-то дорогими покупками стоила на евро 49 так сейчас вот такая простенькая совершенно номер сейчас скажу вам если будет интересно номер 83 называется креда люкс вот такая беленький флакончик вот такой приятная очень естественной такой чуть-чуть розово какой-то такой цвет дешево сердито в общем мне нравится качество мягкое хорошее замечательно зачем тратиться больше купила еще карандашик черный мне нужен был рисовать мои стрелочки но карандашик у нас российский наверное какой-то арт-визаж сказали что этот лучше чем какой-то другой которая собиралась брать они у меня быстро кончается поэтому надо время от времени подкупать тоже был по скидочке по какой-то ну даже по скидочке стоил там почти 3 его не смогла пройти мимо книжного магазина все-таки не купив ту книгу которая интересно было бы купить путь чая потому что она стоила там 40 чем-то евро я не знаю ну кто придумывает уже такие цены тоже что-то немыслимое при всем желании при всей любви книгам конечно ну это чересчур и купила такой книжечку прелестная совершенно у меня есть такая похожая серия маленьких книжечек они очень красиво изданы конкретно это называется бабочки и хризантемы японская классическая поэзия обожаю японскую классическую поэзию здесь все оформлено изумительно вот такие картинки на каждой страничке и очень красивые хокку хайку не знаю сейчас посмотрим что именно сколько здесь строчек вот но обожаю читаю всегда получает эту массу удовольствия это просто какие миниатюрные зарисовки какого-то японского быта мира большой муравей еле топает по ценовке какая жара всего три фразы когда ты представляешь этого муравья который еле топает по ценовке и понимаешь что вот прямо чувствуешь эту жару эти звуки цикад которые разносятся невероятно обожаю японскую поэзию вот эти короткие стихи которые должны передать буквально в трех строчках все состояние настроение души это прекрасно так аромат ароматы было в дугласе вот мне дали такие сейчас нам дают веревочки причем старается их еще завязать на тебе я отбивалась взяла их просто в карман здесь у меня два аромата каролина по-моему хирера или гуччи я так быстро бежал какой-то новый ежевичный аромат гуччи 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 блум и какой-то ежевичный красивый сладенький вкусненький очень ежевичный а второе по карабан леди миллион но новая версия там такой коричневый этот немножко чересчур для меня уже сладкий удушающий пускай будет моя классическая версия которая мне нравится сладковатый куда еще добавлять туда шоколада и прочих сложностей в общем нанюхалась зашла еще мульти люкс где очень много есть там российские какие-то варианты понюхала красную москву мне так понравилось так на фоне всех остальных так интересно совершенно другой запах какой-то такой насыщенный он даже без распрыскивателя надо только намазом стоит 10 евро у нас кстати если кому интересно какие у нас цены на красную москву такой нет небольшой флакошка я даже думала о том что надо когда-нибудь будет его все-таки приобрести потому что ну или у кого-то может отлить поменяться там все-таки аромат такой сравнивая его с остальными которые там были конечно он вне всяких сравнений так что еще много там много было всего и какие-то и моно аромат и то и сила в общем дальше дальше коробочка коробочки вот всякие такие разные большие небольшие удобные разноцветные тоже по акции не сказать что они сейчас даже по акции дешевые все равно это получается не дешево но это вечные коробочки они удобны тем что сейчас все шкафы как правило делаются какой-то такой полки шкафы предназначено именно вставлять туда разного размера коробочки и если покупать шкафы тоже там же в этом джоский узкий то по-любому эти коробки подойдут то есть я их могу сейчас где-то расставить потом могу купить какой-то шкаф туда поставить то есть они на всю оставшуюся жизнь выбрала такие вот она коричневые и светлые хотя можно было взять там и оранжевые зеленые один вот такая большая коробка светленькая внутри они вот если видно тоже в общем качественно неплохо сделано пускай будет потому что у меня сейчас какое-то размусоривание и наведение порядка мне хочется все раскладывать по коробочкам по различным и духи я стала тоже не выбрасывать они у меня в коробочках теперь стоят поэтому хоть здесь нет крышек в этих ящичках вот таких но это и не нужно потому что духи будут храниться там в коробках тоже надо разобраться надо как-то разделить на какие-то там зимние весенние наверное ну должна быть какая-то систематизация тогда легче разбираться во всем в этом вот пока систематизации нет все хаотично но уже одно то что я начала всякие закупки коробочек показывает что у меня сейчас такое вот наведение глобального такого порядка у нас когда я училась был предмет такой библиографии училась на библиотекаре мне библиотечное образование если кто спрашивал и вот там все связано с каталогизации с описанием как правильно заполнять там различные карточки как составлять какие-то каталоги списке и у меня это наверное так все въелось мозгу мне даже хочется ставить какой-то каталог моих духов чтобы так в картотеке все было что можно было по перебирать посмотреть что потому что иначе я на самом деле я уже забываю что у меня есть где лежит и это меня саму немножко иногда раздражает не скажу что очень люблю там какой-то сверх порядок но я люблю знать где что находится поэтому нужно мне этим всерьез заняться вот так что мне такие всякие задачи передо мной стоят сейчас уже заканчиваю болтать потому что есть еще дела всякие семейные помимо своих таких любимых хобби которыми тоже нужно заниматься не забывать а на этом с вами прощаюсь пока пока всего хорошего до следующих встреч